Из сотен желающих отпугивать ворон в гольф-клубе под Красноярском выбрали трех претендентов. Все они предложили свои способы борьбы с крылатыми воришками и теперь должны пройти финальное собеседование. Напомню, на прошлой неделе новости седьмого канала рассказывали о вакансии мечты. За 50 тысяч рублей в месяц нужно отпугивать ворон, которые уносят с поля мячики для гольфа, а клуб из-за этого теряет в сезон почти миллион рублей. Откликнулись на предложения люди со всей России. Один из претендентов – IT-предприниматель. Он предложил не наматывать километры по полю каждый день, а сидеть на одном месте и отпугивать пернатых дронами. Еще на прошлой неделе мужчина поделился своими идеями с нашей съемочной группой. Отпугивать ворон, возвращать мечи – это, конечно, странная затея. Я ему же предложил внедрить туда в шарики GPS-трекеры, чтобы нужно было проще находить. Ну а вообще, что, что? Ну, ходим по луночкам, отпугиваем ворон, запускаем воздушных змеев, свистим свистки в какие-нибудь специальные. Звучит весело. Еще два претендента – мужчина и девушка. У каждого есть собака. Именно их они хотят использовать как помощников. Причем у соискательницы, в отличие от ее конкурента, умная овчарка-поисковик. Зато мужчина – опытный охотник. Кому достанется вакансия, решится в ближайшие дни. И мы обязательно об этом расскажем. Продолжение следует...